Всем привет! Меня зовут Дмитрий Роденко, я основатель сообщества SaaS Founders, помогаю фаундерам IT-компаний находить новых крупных клиентов с помощью лидерогенерации в LinkedIn. 2022 год нас, прямо скажем, шокировал и удивил, ведь IT стала единственной позитивно растущей и процветающей индустрией в Украине. Давайте посмотрим, какими главными технологиями и трендами будет удивлять и как влиять на новый мир именно веб- или IT-индустрии. Поехали! Значит, одна из топовых технологий, которая сейчас бьет все рекорды, это машинное обучение и искусственный интеллект. Технологии не новые, но за счет специализации они готовы бить новые рекорды. И не использовать их становится все сложнее. Соответственно, мы ожидаем, что, я лично ожидаю, что в этом году мы увидим новые открытия в данной сфере, которые будут помогать нам принимать решения на основе данных в бизнесе, в здравоохранении, экологических исследованиях и так далее. В частности, мы отдельно снимем большой выпуск про чат GPT-3, где покажем уже существующие примеры того, как данная технология и ее приложение позволяют решать бизнес-задачи в разных бизнесах. Второе направление – это интеллектуальные объекты. То есть, это здания, объекты, которые постоянно отслеживают и оценивают здоровье, устойчивость, качество жизни. Эта тема также будет расти. Почему? Дело в том, что требования людей к высокому уровню жизни выведут развитие технологий в сфере недвижимости, технологий в области здравоохранения, безопасности и защиты на новый уровень. В первую очередь, естественно, IT и так далее. Третий тренд – это цифровые двойники. Понимание использования их значительно вырастет, поскольку компании осознают потенциал, который они представляют. В сочетании с такими технологиями, как машинное обучение, искусственный интеллект, цифровые двойники могут стать очень важными для компаний, которые хотят повысить эффективность с помощью технологий. В частности, мы про это снимали отдельное видео, ссылку на него оставлю в описании. Кроме того, одной из тенденций бизнес-технологий, которые сейчас станут популярны, это еще более широкое использование фреймворка IoT, интернет-вещей в нашей повседневной жизни. Соответственно, на данный момент только вопрос времени, насколько быстро данные технологии смогут внедриться в домашний офис, в автомобили, в общественные места, насколько они будут между собой связаны и как они будут создавать ценность новыми способами. Кроме того, один из топовых трендов – это использование социальной коммерции. То есть, какая классическая схема покупки товаров и услуг в интернете. Вы идете в Google, забиваете поиск, вам выдаются варианты, вы читаете отзывы, смотрите, и переходите на сайт, и с помощью сайта уже делаете покупку. Так оно работает и работало 20 лет. Сейчас ситуация меняется. Дело в том, что ключевые соцсети, понимая свою аудиторию, понимая, что людям комфортнее покупать в рамках единой среды, все больше и больше создают возможности сквозных покупок прямо в самой соцсети. И этот тренд дальше будет развиваться, и он стимулируется такими крупными сетями, как Facebook, Instagram, Snapchat, LinkedIn и так далее. Следующий тренд – это искусственный интеллект как услуга, AI as a service. Опять же, базируясь на том опыте, который у нас сейчас есть, мы видим, что все больше и больше компаний будут внедрять готовые инструменты и услуги искусственного интеллекта, используя готовые наработки других компаний, а не создавая их, собственно говоря, у себя. Соответственно, AI as a service поможет большему количеству компаний с ограниченными ресурсами внедрить искусственный интеллект у себя для решения своих задач без больших затрат. Следующий тренд – это метавселенная. С одной стороны, Facebook очень здорово разогрел эту историю, но пока еще нужно время для того, чтобы это дошло до конечных пользователей и стало удобными и подъемными на пользовательских станциях, на пользовательских телефонах решения. То есть, естественно, это будет расти дальше. Поэтому метавселенная останется одним из трендов, несмотря на, скажем так, не особо успешные попытки внедрения топовых компаний. В 2023 год Web3 станет полезной услугой. То есть, по мере того, как все больше и больше количество компаний и клиентов начнет использовать эту новую волну технологий, то будут использоваться такие решения, как токенизация для привлечения клиентов, например, цифровые коллекции и программы лояльности. У нас уже есть несколько клиентов, которые как раз именно этим и занимаются. То перспективных платежных платформ для цифровых активов и так далее. Виртуальная недвижимость тоже растущий тренд, смотрели на что. Поэтому туда тоже стоит смотреть и обращать внимание на как на потенциально интересную индустрию. Девятый пункт – это так называемое суперприложение. Что такое суперприложение? Это приложение, которое предоставляет конечным пользователям набор функций, а также доступ к независимо созданным мини-приложениям. Ну, например, Revolute. Это британское финтех-суперприложение, изменяющее традиционные финансовые услуги. Предлагают цифровые банковские услуги для потребителей, при этом расширяя свою экосистему на средства сервисов, где малый и средний бизнес и фрилансеры могут предлагать услуги в суперприложениях. Ну, одним из понятных нам примеров суперприложений являются App Store, Google Play Market и так далее. То есть, по сути, это некая экосистема, которая дает возможности другим участникам использовать свои возможности, свои приложения, и таким образом повышать ценности платформы. Эта история, естественно, будет двигаться и дальше, и так далее. Соответственно, если вы смотрите вперед и пытаетесь спрогнозировать, а чем бы, в какие индустрии, чем бы заняться вашему бизнесу, где будут основные деньги, где будет основной интерес инвесторов и предпринимателей, посмотрите на эти 9 индустрий, посмотрите, где они пересекаются, и каким образом вы с вашими знаниями, навыками, связями, деньгами могли бы на этом заработать и внедрить решения, которые вы, собственно говоря, хотели бы внедрить. В целом, если говорить про 2023 год, то 2023 год будет трудным для тех компаний, которые либо не понимают, на каком рынке они работают, либо резко отказываются от финансирования, формирования спроса, позволяя своим конкурентам их обойти. То есть, если вы не знаете, куда идти, либо вы не знаете, с какой скоростью вам нужно идти, то здесь вы будете проигрывать. Это понятно, это обычная ситуация для нормальной ситуации, даже в растущем рынке аналогично есть история. Но на Западе сейчас в крупном бизнесе рецессия. В малом-среднем это пока не видно, скажу вам сразу. Если ваши клиенты малый и средний бизнес, их это цепляет гораздо меньше, если они не завязаны на крупный бизнес. Поэтому в любом случае вам нужно определяться с нишами и определяться с скоростью работы с рынком. В частности, для этого хорошо подходит LinkedIn, когда у вас есть четкая B2B аудитория, и вы можете с помощью LinkedIn прощупать нишу, как они себя чувствуют, сколько там денег, правильную ли вы бизнес-боль, так сказать, нащупали, и актуальна ли она для потенциальных клиентов. Поэтому на этом все. Спасибо за просмотр. Следите за следующими выпусками моих обзоров и подписывайтесь на SaaS Founders в социальных сетях. До скорой встречи. Всем крупных контрактов!